Прекрасные мои, я вас приветствую. Тема сегодняшнего расклада. Есть ли у меня сверхъестественные способности? Ну и если покажут, какие или с чем связаны, я вам все обязательно расскажу. Моя благодарность по традиции за вашу активность на моем канале. Это очень меня радует, это очень меня вдохновляет, очень мотивирует, дает силы и возможность двигаться вперед и снимать, и снимать, и снимать для вас каждый день, пополнять контент моего канала, снимать разнообразные видео, предлагайте темы, если вам что-то интересно в моем исполнении. Выбирайте камушек на три позиции. Минеральчик, я все время себя поправляю. Это минералы, это не камни. Итак, время будет закреплено в инфобоксе с начала вашего видео, если вы не смотрите вступление, а я буду начинать с первого варианта, долго болтать не буду. Итак, первый вариант. Я вас приветствую. Мы смотрим, есть ли здесь сверхъестественные способности. Помогает нам сегодня в этом гримуар. Вот это вы. Здесь очень хорошая дипломатия. Вы можете отлично договариваться и находить общий язык даже с самыми конфликтными людьми. То есть здесь прям дипломаты крутые. Так, оракул шамана покажет нам, может быть, покажет, если захочет. Он тоже такой своеобразный. В чем ваши способности выражаются. Ну, или, может быть, конкретно. Здесь идет сейчас восстановление с родовой системой. Сейчас ваши древние, ваши предки, ваши родовые активно выходят на контакт с вами. Вы можете видеть сны. Вы можете ощущать конкретно чью-то защиту. И там бабушек, дедушек, для кого это актуально, про бабушек, про дедушек, кто своих застал, кто кого сильно любил. То есть вы здесь конкретно ощущаете, вам могут приходить во снах, передавать какую-то информацию. То есть здесь идет соединение сейчас с родом. Вы сейчас как будто бы собираете информацию, узнаете что-то новое. Вам род сейчас что-то говорит, передает вам что-то, знаки дает, защиту дает. И вы эту информацию как пазлы собираете и узнаете какие-то подробности. Хорошо. Так, что-то я колодами обложилась. По секундочку. Давайте посмотрим, есть ли у вас сверхъестественные способности. Но если с родом общаетесь, точно есть. Да, есть. И они абсолютно и точно родовые, потому что десятка пентаклей здесь мне выходит. Но по четверке кубков я хочу так сказать. Вы как-то или не понимаете ценность этих способностей, или вы их не используете, а даже если вы их понимаете, ну вот знаете, да, что в роду, например, там чем-то, чем-то занимались. Я сейчас попробую по гримуару вытянуть. Чем? Вы не применяете, не хотите, возможно. Ну, вам, может быть, это неинтересно по четверке кубков. И вы смотрите на это все, и вот говорите, что я должен или должна с этим делать. Ну вот да, я знаю, что я это могу. Вот да, я это умею. Я там все... Или тут нужно чему-то научиться, но как-то вам оно не очень. Оно прям уже у вас в руках. То есть вы это получили. Это по праву рождения у вас есть. По звезде. Это по праву вашего рождения. И вот с одной стороны, по звезде, это же может быть еще и ваш путь. Это ваша миссия. Это, кстати, еще ваши деньги могут быть. У вас через это идет доход. То есть когда вы этим занимаетесь, продолжаете то, что делали в роду. Вот я сейчас посмотрю, что мне идет здесь две энергии. Кто-то делал чернуху, а кто-то исцелял. Вот какое-то поколение условно-условно зарабатывали негативную карму, а кто-то в вашем поколении, может быть, следующее поколение или наоборот, предыдущее, они исцеляли. Интересно, как отрабатывали. А у вас есть выбор. И вы можете делать и то, и другое. Вот в чем здесь прикол. Ну, условно-условно очень. Есть серые, есть там белые, есть черные, допустим. Так вот вы серые, вы можете и вниз, и вверх. Понимаете? Вы можете делать как и что-то не очень положительное. Опять же-таки условно. Нет ни плохого, ни хорошего. Есть просто опыт, есть просто работа, скажем так. Ну, грубо говоря, вы можете делать на кого-то, а можете снимать с кого-то. Понимаете как? И вот вы, когда не выходите на путь, у вас начинает перекрываться денежный канал. У вас, знаете, ощущение, что прям гайки закручивают. Ну, то есть сколько вы еще выдержите, да, как на проверку? Ну, вы идете как бы по пути к своему финансовому благополучию, но ваше финансовое благополучие, раз мы здесь говорим через способности, это как ценность какая-то родовая, то есть вы должны это продолжать, что-то делать. Я не люблю слово «должны», и я всегда очень к нему негативно отношусь, потому что я давно поняла, что если я у вас ничего не брала, я вам ничего не должна, по сути, да? Ну, не лично вам я обобщаю. А вот здесь как раз-таки интересно. Вас как будто вынуждают вот это что-то, какую-то вот эту родовую способность пронести дальше. Но еще идет информация, что пронести вы ее должны как трансформированную уже, не так, как это делали предки, а как-то по-новому. Но эти способности вы должны продолжать, то есть нить этих способностей вам не дают прервать. Вас в это будут втягивать всевозможно. Это будет выражаться в различных магических войнах. Это будет выражаться в... Сейчас правильно вам скажу. А, здесь любовная магия была. И при том, вот смотрите, как я и сказала, кто-то разрушал отношения, уводили мужчин. Кто-то в вашем роду занимался приворотами. Но это вся любовная магия. А кто-то потом, через поколение, следующее поколение, неважно, это снимал. И вот у вас тоже есть выбор. Вы можете как снимать, так и делать. Круто. Ну, в зависимости, какую карму вы себе хотите здесь наработать. К чему вас больше тянет, да? Тут как бы выбор за вами. Вам дается выбор. Вы можете и то, и то делать. Здесь однозначно есть способности. И по иерофанту, смотрите, здесь еще может быть так интересно. У вас есть знания, но, может быть, вам не позволяет религия, да? Ваша вера внутренняя их использовать. Это один аспект. Так еще может быть. То есть, вы как-то веруете, вы знаете, что это было, но вы, например, не хотите этим заниматься. У вас, может быть, финансово может сыпаться материалка. Ну, видите как. Потому что, вот, всячески дают вам показать, что ты не должна эти способности загубить. Они не должны на тебе прерваться. Ты должна это нести, передавать дальше. А по какой линии, кстати? По мужской могут быть. Ну, не обязательно. Давайте посмотрим, по какой линии. Здесь конкретно кто-то... Вот, они пылятся. Хотела сказать, здесь конкретно кто-то разбивал семьи. В вашем роду. Это не вы. Это не вы. Это в вашем роду так делали. Кто-то этим занимался. Кто-то исцелял. Кто-то снимал привороты, кто-то их делал. Вот, смотрите. Здесь или вы имеете все эти знания, но не берете их. Прошу прощения. Но не берете их, потому что вам не позволяет вероисповедание. Вы верующий человек, допустим, да, и не хотите. Вера считает, что это грех. Я не буду свое мнение здесь говорить. Каждый верит свое. Или же у вас есть очень много знаний, знаний по этому поводу. Ну, вы прям умеете. Сейчас еще жрица выйдет, я не удивлюсь. Но вы вроде как что-то другое несете по иерофанту. Понимаете? То есть у вас эти все знания есть, но вы хотите на уровень выше. То есть вы хотите, например, о каких-то законах мирозданиях говорить. Или вы хотите говорить о чем-то таком, что уже поднимает вас на уровень выше. Но это правильный путь, по сути. Вот это правильный путь. Там ваши ресурсы. И да, этот путь для вас. То есть вы хотите сделать рывок. Или можете, да, если вы еще пока не задумывались, вы можете сделать рывок. Поднять свой рот на статус выше. но вы не должны ни в коем случае этого это загубить. Хотя ваше право, конечно, здесь. По иерофанту здесь, конечно, могут быть здесь могут быть проводники. Здесь могут быть люди, которые просто вот у них яснознание очень сильно. Вот вы просто знаете, как правильно, и все. А вот когда вам говорят, что нужно, например, конкретно практиковать, заниматься какими-то ритуалами, вы не хотите, потому что вы боитесь, что вы не сможете это контролировать, и вы не знаете, что с этим делать. хотя вам могут говорить о том, что ты, ну, если вы обращались к кому-то, ты должна ритуали, ты там должна практиковать, а у вас внутреннее сопротивление. Вы можете говорить, нет, я не хочу, я совершенно здесь о другом. Да, у меня есть знания, но я могу их использовать по-другому. И вы можете, да, можете, здесь поточное состояние может быть, то есть вы творческие сами по себе, вам просто вот это вот, как вот то, что раньше делали, да, вы для себя это закрываете. Вы еще из-за этого можете очень сильно свой поток контролировать. То есть не хотите увидеть лишнего. Вот оно, да, то есть как бы скрещиваете, закрытая позиция, скрещенные руки, как бы не хотите видеть то, что может вас испугать. Отказывайтесь от этого. Здесь ментал очень сильный, вы можете конкретно гнуть пространство, вы можете конкретно желать и получать то, что вы хотите. Здесь хорошие родовые способности, очень. А, вон и на еще что. Ну, здесь, друзья-то, темненькие, у нас четверка мечей, у нас-то тут, сейчас так буду аккуратно говорить. Вот девушка здесь сидит одна, она сидит в очень уединенном месте, там, где люди уже ушедшие. вот, вам может быть даже комфортно в таких местах, может быть комфортно, я знаю людей, которые ходят и даже прогуливаются по таким местам, они не испытывают абсолютно никакого дискомфорта, а там, например, на кладбищах, да, то есть могут даже там посидеть, там, и не знаю, что делать, но есть такие. Вот это может еще говорить о достаточно сильном медиумизме, то есть здесь может, вы можете быть медиумами, и когда там вышла карта древняя, это может говорить о том, что предки к вам приходят во снах, то есть тех уже, кого нет в живых. А почему у вас конфликт? Вы не хотите видеть? Пугаетесь, что ли? Вы как-то в целом не хотите продолжать? Вы отказываетесь и говорите, а мне это не надо, я не хочу, я не знаю, что с этим делать и вообще, чего вы от меня хотите? Да, ощущение, что чего вы от меня хотите? Вам как бы дают знания, хотят передать, а вы как-то конфликтуете, говорите, а-а, нет, не хочу. Иногда наше отрицание появляется, потому что мы просто не знаем, что мы должны взять, мы не знаем, что нам хотят передать. Вопрос защиты здесь стоит остро, почему? Так. Вы как защищаетесь, потому что вы не хотите, чтобы вас на куски растащили. Вот она, ваша сила вышла. Вы знаете, как? Там-то как раз-таки хотят очень сильно, мне говорят, что вы под защитой рода, у вас есть защиты. Вы думаете, что у вас их нет? Вы думаете, что на вас нападают, что у вас хотят как бы кусок от вас оторвать условно, да? Хотят вашу энергию растащить. Нет, вы под защитой. И здесь как раз-таки ваша сила раскрывается тогда, когда вы входите в коммуникацию и там готовы с вами коммуницировать. Не спрашивайте, пожалуйста, меня, как это сделать. Это настолько индивидуальный путь. Я не могу на большое количество человек вам, ну, да, условно сказать, там один сценарий. Это всё настолько индивидуально и глубинно, к каждому это приходит по-своему. Абсолютно вот кому-то во снах. Кто-то как-то наяву что-то делает и у него в реальном мире, да, и у него как-то проявляется, проходит эта инициация, раскрытие, принятие. У кого-то это происходит на ментале, то есть тут вот сложно. Да, вот она ваша трансформация. Вот вам, вам просто нужно договориться, не уходить в конфликт, что вас хотят обидеть. Вас не хотят обидеть. Нет, вас там, на вас никто не нападает. Вас ждут, как бы, чтобы вы дальше передавали ценные знания. Здесь абсолютно точно есть способности. Если позиция вам отзывается, это ваше. Я видела эту карту, я знала, что она выйдет. Есть очень большое количество там плодов. Они уже, знаете, я буду сейчас говорить метафорически, они уже переспевают чтобы они не загнили просто. Вот тут это кукуруза, этот майс или майс, как правильно, я точно не знаю ставить ударение, а уж простите меня, кто знает, напишите. Это, понимаете, это плоды. Они есть, их нужно брать, там есть ресурс. Дорога открыта. вот это, а анский крест, это открытая дорога. К вашим ресурсам, к вашим, как вам это взять? через все-таки определенные эти ритуалы, тут стихии могут быть. Как вам это взять? Сейчас попробую, может, что-то скажет. Слушайте, ну и что, как я это должна сказать? Просто вот идите к своим, забавно, идите в коммуникацию, говорят, с людьми, с миром, и что? Потому что вы как-то закрываетесь от всех. То есть вы сейчас, у вас позиция агрессивно закрытая, то есть вы как-то все вот так, в штыки, а вам, говорит, не нужно бояться. Там твои, тебя там ждут, тебя там никто не обидит, тебя там любят, ты там как вот любимый ребенок. Вот, шестерка мечей, вот ваше движение пошло. Пока в двойке, пока закрыты, вы пока и пытаетесь свое навязать. Ну как, а вы должны помогать людям, то есть вы можете людям помочь. Это как призвание определенное. Это не говорит о том, что вы должны только этим заниматься. Вы можете зарабатывать еще где-то и дополнительно этим заниматься. У вас есть немножечко неправильное представление об этом. Вы как-то этого боитесь или опасаетесь, потому что, ну, можете считать, что это от лукавого или как-то так, но тут важно понять, что это абсолютно неправильно искаженное понимание. Здесь нет плохого и хорошего. по тузу кубков это всякие любовные, кстати, могут быть аспекты, занятия, да, я говорила уже, здесь любовная магия может идти. Потому что вот сейчас у вас ощущение абсолютной оторванности от мира, от социума, как будто бы он вас не принимает. Вот вашу странность, может быть, где-то не принимает и пятерка пентаклей здесь, понимаете, это еще с деньгами будет. Достаточно серьезные проблемы-то. Вам-то будут гайки крутить, вы не сможете реализоваться адекватно, могут быть проблемы с работой, вас как бы вот выводят, выводят, а вы отворачиваетесь, отворачиваетесь, потому что много страхов, потому что боитесь не контролировать это все. Но так вы научитесь, не переживайте, подумайте спокойно, без эмоций, пора покрутить это в голове. Да, однозначно, тут есть способности, тут общения с теми, кого уже с нами нет. И там вот я вижу дверь, и я вижу, как за этой закрытой вами дверью стоит очередь тех, кто хочет вам передать информацию. Не знаю, вот так вижу. Так, вот такой был первый вариант, я вас благодарю за просмотр. Так, второй вариант, я вас приветствую. Тема сегодняшнего расклада, если у вас сверхъестественные способности, гримуар нам прекрасно в этом помогает. И оракул шамана мистика подсказывает нам. здесь люди торопятся, вы торопитесь куда-то очень сильно, спешите не успеть что-то сделать, потому что я обратила внимание, что я начала как-то остервенело тасовать колоду, как будто бы вот я боюсь не успеть куда-то. Торопитесь, спешите, хотите быстрого результата получить. Если за что-то беретесь, вам нужно сразу. Если сразу не получается, вы можете начать перегорать быстро. не получается, разрушаете, не получается, разрушаете. Может, кстати, сейчас в жизни многое рушится, меняться. Старое будет уходить, старые опоры будут рушиться, старые представления о себе, старая система. То есть, как по-старому работать уже не будет. Тут гибкость нужна. Знаете, чтобы вот в потоке жизни уметь под нее вовремя подстроиться, уметь поймать вот эту волну, как сейчас нужно действовать, как бы условно быть в потоке. Хорошо, сверхъестественные ваши способности. Какие здесь? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ничего себе, мир Ерофант. Да, тут огромные способности. Здесь прям способности лидера, но это духовный лидер. Это Ерофант, это карта мира, это духовный лидер, который ведет со собой конкретно большое количество людей. и это прям адепт, это прям проводник знаний, то есть через вас. Это шаманизм может быть, ну нет, ну шаманизм не сильно идет, но вы как что-то проводите и выпускаете в мир, но это не те знания, которые уже кем-то наработаны, это ваши знания. Вы их получаете самостоятельно через коллективное бессознательное как первоисточники. То есть вам как истину передают жрецы. Ничего себе, серьезные карты, конечно. Давайте смотреть. У вас очень много знаний. Вы владеете большим количеством внутренних ресурсов, то есть внутренних знаний. У вас тоже все дороги открыты. Ясно, виденье, интуиция отлично работает. Картинками прям можете видеть. А почему у меня ощущение, что вы себе не доверяете или отмахиваетесь от того, что вы видите? Здесь как путешествие. Так вы еще не отсюда, тут путешествие души. как исследователи. Здесь исследователи. Вам вы сюда случайно залетели, что ли? На планету Земля случайно залетели? Просто показывает, что вы путешественник. То есть душа сюда залетела для получения определенного опыта, но как-то она и не сильно-то хотела ради справедливости сказать. Ну ладно, сейчас посмотрим. О чем здесь? А вы не понимаете свой путь, то есть вы идете, но идете вслепую. Не понимаете, куда идете, как в ночи, как слепой котенок. Вот я бреду, вы как интуитивно, подсознательно идете вот к этому. Как в ночи ощущение. Ну, луна все-таки, как ни крути. И что здесь? Ну, вы выйдете. Смотрите, луна, солнце. Прикольно. То есть идете в ночи. Это вы движетесь медленно, а ощущение, что как в тумане. То есть когда мы движемся в тумане, у нас же там условно видно на расстоянии вытянутой руки, и все, дальше нам не показывают. Мы даже не осознаем, какой на самом деле большой наш путь, и куда он может нас вывести. Все новые и новые горизонты. Вроде как дошли до какой-то точки, а там новый горизонт. И вы опять идете. И это сложный путь. И вы доходите до какой-то точки своего развития, и как будто бы вас опять выкидывает. У меня ощущение, что здесь человек не вылазит из трансформации. Вы прям... Потому что у меня начинает дыхание спираль, то есть как отдышка. Это все абсолютно метафорически. Ну, то есть здесь жизнь вас, знаете, как будто бы очень быстро гонит, то есть быстрее, быстрее. Я говорю, вот я о картах даже тасовала, как спешка, спешка, быстрее, ты должна успеть. Хотя я знаю, что это глупо, и по сути нам нужно остановиться, да, потому что мы летим в своей жизни просто как сумасшедшие. Время нас гонит очень сильно. Мы должны все время успеть... Да, смотрите, здесь тут даже может быть очень страшно, потому что это измененное состояние сознания. Вы, бывает, порой смотрите в зеркало и вообще себя не узнаете. Вот такое тоже может быть. То есть... А еще может быть ощущение, когда вы действительно очень сильно изменились по отношению к себе прошлому. То есть вы смотрите, совершенно другой человек в зеркало. Глаза даже меняются. Да, здесь есть способности, но они интересные, потому что это рост души. Это знания, которые вас выводят все выше и выше и выше на уровень духовного развития. Вам постоянно... Вот вы только отстроились. Тут человек-трансформация. Вы только отстроились. Вы только какие-то опоры, какой-то, может быть, быт там свой оформили. Как-то вот устроились на работу. Вроде как все понятно, но все же хорошо. И бабах, башня. И что-то случается. И такое ощущение, что вам нужно опять идти в новое. Тут, блин, фениксы меня будут смотреть. Я не успел вообще. Я не успел даже ничего, не понял. Я даже насладиться не успел. Вас опять гонят. Еще выше, еще вперед. Давай еще. Да, смотрите, по рыцарю мечей вот очень интенсивное, даже какое-то агрессивное движение. Вы, кстати, тоже можете быть, знаете, достаточно внутренней риски. Можете прям рубить с плеча. То есть быть риски в выражениях, не церемониться. И, кстати, разрушать вы можете неплохо тоже. Но знаете, что разрушать? Старое, ненужное, человеческие иллюзии. Знаете, вот что-то из серии «Правду матку рубить». Вот здесь вот что-то такое. То есть вы приходите и вы как-то вот смотрите там на том ракобесе, который происходит и говорите, так, подождите, вы тут вообще о чем? и по иерофанту, понимаете, вы говорите все истинно. То есть вы рушите чужое мировоззрение вот так просто на корню. Знаете, как человеку как будто бы подножку подставляете. Вы это делаете не специально. Это у вас способность такая. Я не знаю, насколько она сверхъестественная. Это, наверное, очень сильная способность ясновидеть, ясно знать. Да, сверхъестественная, но это, скорее всего, наработки души. Здесь душа древняя. Говорят, путешественники, вы как будто бы залетели, да, смотрите, что тут творится и говорите, так, подождите вообще. Подождите вообще. Да, вы, то есть, тут пришли, условно, залетели в чужое пространство, послушали, послушали человека и говорите, а что ты несешь? Ты же понимаешь, что все не так? Ты же понимаешь, что эта жизнь вообще по-другому построена? И вы начинаете бить розовые очки условно человеку стеклами вовнутрь. И он просто смотрит на вас вот этими вот своими плачущими красными слезами. Вот, и, и вы, все, и вы говорите, что ты хотел? А что ты хотел? А ты думал, так все просто? Но вы в то же время и помогаете, потому что, разбивая вот эти вот условно очки, вы даете знание, вы даете знание, что с этим делать? Даете? Вы даете знание, что с этим делать? Ну, то есть, возвращаете человека там, где он должен быть. Вы разрушаете, но вы даете человеку его истинную ценность. Это, ну, вот оно все, жрица, это выходит тогда, когда вы хорошо знаете уже себя, понимаете, кто вы, и тогда вы пожрите просто, знаете, у вас нет эмпатии, поэтому вы легко можете рушить чужие опоры, то есть, вы вот это вот не сострадаете, вот эти сопли не размазываете, вы можете посочувствовать, конечно, вы можете быть как и сострадательны, так и жестоки одновременно. То есть, это метод кнутая пряника. Сейчас на тебя выпарим условно, сейчас мы все вот эту вот мракобесие с тебя выбьем, а потом я дам тебе инструкцию от применения к себе. Ну, это так вот, да, метафорически. Вы получаете знания и пожрите, вы их проводите, вы их просто проводите и вам, в принципе, все равно, чьи-то мачки розовые вы разбили. Вот такие здесь интересные способности. вот, вот ваши многие пути. То есть, вы сначала разрешаете и даете людям выбор. Вот, я даю тебе вариативность. Вы, кстати, можете здесь выбрать не один путь своего развития, у вас их может быть много. У вас здесь очень важно и главное, что вы должны это не проваливаться по дьяволу, да, не проваливаться в ложное представление власти над людьми, величие, да, то есть, когда мы уже несправедливо начинаем людей обижать, когда мы начинаем как-то их вот осуждать, что да, ты тупой. Это, кстати, токсичная жрица у нас так проявляется. Все тупые один я знаю как правильно. Вот здесь главное не провалиться. То есть, мы уважаем чужой путь, безусловно, мы уважаем чужое мировоззрение, но мы в любом случае здесь должны по запросу это все делать. Никогда мы со своим мнением вперед планеты всей бежим и пытаемся, сейчас я вас тут всех научу по Иерофанту, да, как вам жить. Нет. А скорее всего это можно монетизировать по восьмерке Пентаклей, отточить это мастерство, то есть, как это работает у вас понять. И просто люди будут к вам приходить за ответами, когда вы видите истину, а человек в иллюзиях, он не понимает, бродит, бродит, не поймет, что делать. Это, знаете, я сейчас скажу, как это работает. Это, есть такая система human design человека, я ее не поняла, эту систему особо. Я, например, по этой системе манифестер. Манифестер, кто я там, еретик-исследователь, 5, 5, 1 или что-то такое. Я изучала, изучала, но я в конечном итоге примерно поняла, да, где у меня это отзывается. Так вот здесь могут меня смотреть по многим путям, да, люди, которые, вот человек запутался, и он не видит выхода из ситуации, ну вот он его не видит, понимаете, вот он не знает, что делать. Он сел, понимаете, сидит и все, рыдает просто. А приходит к вам и условно вам говорит, слушай, ну вот я запутался, что делать? А вы видите решение проблемы. А вы говорите, о, так это легко, я сейчас тебе все расскажу. Все, и вы даете ему решение его проблемы. Это вы даете алгоритм к действию. Так это легко решить, сделай вот так, вот так, вот так, и ты выйдешь там на тот результат, который ты хочешь. Вот это ваша способность. Уж сверхъестественная ли она? Безусловно, пожрится, да. Вы просто можете хорошо считывать вот это вот бессознательное, вы можете читать людей, видеть их насквозь, видеть их слепые пятна, вы можете это видеть, и вы можете информацию эту проводить. Давать человеку путь решения его проблемы. Вот по human design вот так могут манифесторы делать. Вы можете точно видеть. Это не обязательно. Просто мне пришло это на ум, что вот созвучно вот условно примерно вот с этой вот системой что-то где-то мне откликается. Я просто помню, я у себя это изучала. Да, вы прям в этом будете специалисты. То есть вы это прям четко знаете. Здесь такой ум, понимаете, очень гибкий, потому что там королева. И вы по правосудию, понимаете, вы четко знаете, как решить. Да, и люди к вам будут прям идти, но это путь, на это нужно выйти. Как к источнику будут к вам идти. Как к источнику знаний, как к источнику, что вы точно знаете, как решить там ту или иную, как выйти из той или иной ситуации. То есть вы видите решение проблемы. Да, когда человек, понимаете, по повешенному тут уже вообще отчаялся и готов на какие-то отчаянные поступки, вы просто ему говорите, так, стоп, я знаю, что нужно делать, успокойся, выдыхай. Но вы можете сказать, ой, да ну нет, это не про меня, вы что? Но вы, возможно, к этому пока еще не пришли. Ну, придете. Может быть, захотите, если придете. Вы просто пока своего креативного мышления не осознаете. Вам кажется, вы не видите в этом ценности, а в этом есть ценность большая. Вам кажется, что так все думают? Нет, не все, далеко не все. Многие люди вообще не видят того, что видите вы и не понимают того, что понимаете вы, а вы понимаете. Вот такая здесь позиция по дворчикам, я вас благодарю. Третий вариант, я вас приветствую. тема сегодняшнего расклада «Мои сверхъестественные способности». Они не всегда бывают сверхъестественные. Если конкретно будут, я скажу, если нет, скажу, в чем ваша способность, что вы можете делать хорошо. Оп, 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 все посыпалось, посыпалось. Да что ж такое-то у меня все падает. Так, а вы здесь раскрываете, что раскрываете людям? Знания какие-то раскрываете? Вот ваши сверхъестественные способности, если они есть. Здесь ментал очень сильный. Знания, ментальные конструкции, там туз мечей, очень много знаний, которые вы получаете извне на ментале. Как может быть, слышите, может быть, видите. Не знаю, сейчас посмотрим. Ответы видите, знаки видите. От вселенной точно. как ловите. А, понятно, верхний мир. Понятно. Прямо на высокие вибрации здесь кого-то выкинуло. Высоко поднялись. Главное здесь, чтобы материалка не посыпалась. Сильно только не отлетайте. Вот в духовность не уходите. А то это уже будет псевдо. Не возвышайтесь. Да, слушайте, тут еще ветер. Вы прям можете постоянно на ментале летать. Тут внутренние миры просто. Вы прям можете миры создавать свои на ментале. Вы там прям конструируете что-то. Потому что очень много карт об этом говорят. Вы их можете как разрушать, так и строить. здесь очень глубокие люди. Вы знаете, вы ощущение, что и здесь, вот вы телом здесь, а на ментале вы постоянно где-то гуляете, где-то бродите. У вас абсолютно какие-то свои представления об этом мире. У вас абсолютно свое какое-то мышление. Оно абсолютно нестандартное и непонятное. Это вот как-то сложно ментальной конструкции в голове. Вы можете что-то людям объяснять, они на вас смотрят и они вообще не понимают о чем вы говорите. А для вас это так просто и понятно. Вы говорите, да ну проще же некуда. А люди вообще не понимают о чем вы вообще. Это может сопровождаться внутренним и внешним одиночеством. Потому что здесь будет сложно найти единомышленников. И по ветру вы достаточно легки и активны сами по себе. Но если вы перестаете быть активным на материалке, вы очень активный ум. А тут живой очень активный ум. Очень живой и очень активный ум. Говорю же. Вы прям можете общаться там на ментале как моменты телепатии я бы даже сказала. С кем общение идет? Через поток с кем идет общение? Да ладно. Опять с мертвыми? Здесь же... А, все. Здесь теневые, но высшего порядка. Это высшие силы, но они как темные. Понимаете смысл? Как темные наставники, темные проводники. Они очень высокодуховные, но отвечают здесь за материальный мир. Вот я стараюсь объяснить. То есть темные, но они не внизу совсем. Они высокодуховные, но наверху. Как ангелы очень высокого порядка, но с темными крыльями. какой-то у меня постельный шум. Они могут вам давать информацию, а через что дают? через поток, но так если еще, через что дают? Сейчас посмотрим дальше. У вас материалка не отлажена. у вас какой-то конфликт с собственной ценностью, с пониманием себя. Ладно, я сейчас разберусь с этим. Подождите. Что я спрашивала? Через что получаете информацию? А внутренне слышите? знаете просто и все по отшельнику, потому что записывайте то, что вам говорят, то, что вы слышите, ту информацию, которая идет, пишите. Ее нужно писать, записывать, там что-то очень ценное. Знаете, как говорят, что вы халатно относитесь к той информации, которую вам передают? потому что карта конфликта и карта, которая говорит о том, что это очень ценное что-то, но вы как-то не понимаете ценность той информации, а если понимаете, то вы ее не конспектируете, но вы как-то просто это знаете и ничего с этим не делаете, а вам это нужно выписать, вам это нужно в мир выдать. А вот это что? Вот это родовое. Как сейчас скажу, закольцованный круг программ. Это прошлое, да, это родовое, это то, что передается по роду. Сейчас, почему мужчины идут? Мужчины, говорю, мужчины идут. Здесь были мужчины в роду, из-за которых женщины очень много плакали. И это был как закольцованный круг из поколения в поколение. Женщины плакали от жестоких мужчин. От мужчин, которые женщин не ценили. И женщины постоянно от этого очень страдали. И это был какой-то сценарий. И вот вы что-то делали. Или через вас, я не знаю, этот сценарий рушится. То есть вы провели какую-то работу и этот сценарий рушится. Закольцованный. Где мужчины не уважали женщин, не выбирали, относились к ним жестоко, плохо относились. Могли там пить, бить, как говорится, изменять и все прелести зависимых отношений. И у вас есть, на вас возложена большая ответственность в этой жизни. Вот вы вас в этот род закинули, потому что у вас есть знание, как это убрать, как эти программы разрушить, как закончить эти деструктивные программы. Потому что почему? Потому что роду пришло время выходить восьмерка жезлов. Здесь нужно делать прорыв, и вы его делаете. Через вас это идет. Через вас. то есть на вас вот эта программа закончится, уже у ваших детей, что ее не будет, ну, смотря, когда вы ее разрушите, то есть какой промежуток будет ваш возрастной расклад общий, я не знаю, но это очень сложно было вам сделать. Или будет, или уже вы очень тяжело к этому идете. Это как знаете новое рождение. но у вас есть силы, очень большие силы, внутренние, и ваши хранители вас поддерживают, чтобы это разрушить. Да, да, знания у вас есть. Вот смотрите, старое или уже разрушено, или вот-вот вы поймете, как это сделать и разрушите эти программы. Программу. Давайте показывают ее одну конкретно. Но пока она еще на материалке не проявилась. Да, пока еще нет. Хорошо. Но уже она вот-вот-вот, вот-вот. Хотя по звезде, слушайте, еще какое-то время придется подождать. То есть должно пройти какое-то время, чтобы сментало прошло на материалку. Да, здесь будут уже совершенно другого качества мужчины. Вот смотрите, там были короли мечей, но идет информация, что это были жестокие очень мужчины, очень жесткие мужчины, малоэмоциональные, знаете, когда жестокий, прям жесткий человек, не любит, не заботится, вот такое шло. Плакали женщины от тех мужчин. Может быть даже и вас это застало. И здесь через какое-то время уже будет абсолютно другое качество мужчин, потому что короли пентаклей уже появляются мужчины состоятельные, которые при деньгах, которые уже заботятся о женщинах, которые вас будут уже защищать, любить. да, 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 вот это было как бы закрыто, недоступно женщинам вашего рода, то есть были мужчины, но совершенно не соответствовали вам. Кто-то из мужчин мог уходить через суициды, кстати. А здесь уже новое качество, новая энергия приходит в рот, то есть через вас в рот приходит новая энергия. Да, и любовь приходит. Все, девчонки, не буду ничего больше говорить. Да, и свои люди, видите. Да, вы как бы только сейчас учитесь, возможно, узнаете, собираете информацию, как к этому прийти, да, то есть что-то уже тут делаете. Здесь есть ли способность? Она есть, но она достаточно специфическая. Это магия, но она на ментале делается. Ну, пожалуйста, от слова магия в обморок не падайте, да, то есть магия, магия и рознь. Это какие-то практики на ментале, духовные практики, это могут быть НЛП практики, это могут быть психологические практики, то есть у вас очень сильная ментальная конструкция, вот ваш ментал, он очень силен, вы там можете очень много делать действий, и эти действия будут работать. Но у меня чувство, что вы в это как бы или еще пока не верите, или не верили, да, а сейчас вот вы стали замечать, что что-то подумали, оно сбывается, что-то кому-то пожелали, тоже сбывается, да, смотря, что пожелали. И вот здесь такое ощущение, что у вас достаточно здесь большой спектр вот этих вот именно ментальных способностей. И вот здесь ваша основная задача вывести ваш женский род, одна из задач, да, вывести, почему у вас есть эта сверхспособность, почему вас закинули и далее приставили к вам определенных наставников, потому что у вас есть способность это на материалку проявить, то есть убрать что-то в своем роду изменить, но вы не лезьте туда в рот, там ничего менять не надо, там как жили предки, так они жили, все, сейчас, на сегодняшний день вы можете это изменить, уже на вас эта программа, она прервется, но конечно же, если вы что-то для этого будете делать, безусловно, само по себе чудо не произойдет, нет, оно бывает, происходит, но нет, здесь вы что-то конкретно сделаете, будет какая-то практика, какое-то действие, уж не знаю, может вы там на ретрит на какой-то поедете, найдете, может учителя, то есть здесь что-то будет, какое-то ваше действие, которое прям по шестерке мечей выведет ваш род на новый статус отношений, именно между мужчинами и женщинами, и уже дальше по вашему роду будет по-другому, пойдет. Вот здесь такая позиция. Зачем я колоду тусую? Я же все сказала. Ну вот она, двойка кубков, все, вы уже будете находить партнера в себе под стать, и десятка кубков, очень хорошие карты, то есть здесь уже будет полет любви, единение душ, здесь будут ваши партнеры приходить, и соответственно уже у ваших предков, ой, предков, будущих, у ваших будущих предков, неправильно сказала, вашего следующего поколения, я надеюсь, оно есть. Ну, короче, здесь рот выводите на новый уровень, вот такая позиция, на новый уровень именно в личных отношениях, тут вот касается именно этого. Сильно не копалось, сильно не уходило, что там, как было, да, вот, но в целом кому отзывается, кто знает, что да, это имеет место быть, что так действительно происходит, тому, значит, отзовется позиция. Вот вам благословение рода на изменения, видите, я вам даю сейчас, через карты говорю, здесь очень сильная энергетика, вы сможете, вы справитесь, у вас все получится. мастер вышел. Вот такая была у вас позиция, я вас благодарю за внимание, гримуар сегодня отлично поработал, благодарим его за это, вам большая благодарность за просмотр, до новых раскладов, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok